Нас дразнят и манят И сегодня любят шали с букетами павлопосадской набойки Но есть еще и розы из фарфоровых дулевских садов Субтитры создавал DimaTorzok Розы эти писали все тамошние художники Только каждый по-своему И все по-разному на протяжении 170 лет С тех пор, как появилась сама Дулева Его название, конечно же, было отмечено языком официальных бумаг Что ни в какое сравнение не идет с воспоминаниями человека Которому посчастливилось в молодости услышать множество историй От самих старых мастеров Дулева произошла вот откуда На границе между Московской и Владимирской губерниями Шла дорога, идущая на Ликино и деревню Кишнево Вот на развилке этой дороги стояла старошка Где жил Иван Тимофеевич Дулин Отсюда все и пошло Но, что любопытно Когда Кузнецов по существу здесь основался И стал строить завод Люди, которые здесь работали у Кузнецова И жили в этой местности Они себя долевцами не называли Они говорили, что мы живем и работаем в Кузнецовской слободе Задуманное Кузнецовыми фарфоровое дело Прирастало с купленными у других владельцев заводами Их талантливыми работниками А среди них были и самобытные художники Самый удачливый из Кузнецовых Матвей Сидорыч стал владельцем Всех фарфоровых заводов Российской империи Кроме императорского Перещеголять мастеров Коева так и не сумел Хотя на рубеже веков Дулевскому фарфору приложили руку Известные живописцы Именно мастера из окрестных сел Сделали Дулевскую роспись узнаваемой У Кузнецова форм было много Их гораздо больше, чем сейчас Но были формы постоянные Которые требовались рынку Которые удобно были Кузнецову в производстве И которые он запускал в очень большом массовом количестве Трактирная посуда делалась специально Она почти не пестрилась с золотом Или вводилась с золотом чуть-чуть Очень чуть-чуть Кузнецов в этом отношении тоже был очень аккуратный С употреблением золота Несмотря на то, что были некоторые чашки Так называемые полунутро Полчашки внутри, отведенные золотом Было, но куда они шли? На ярмарки А простому люду такие вещи не попадали Но что любопытно Репка шла Форма очень много Очень много Почему? Да на Руси все пользуются саловарами И репка всегда вставала на конфорку Очень удобно Дулевские росписи На чайниках и чашках О блюдах и вазах Дают представление о широте и размашистости Российского темперамента И одновременно тонкой лиричности И большом умении работать усидчиво И усердно Мысягин был человеком довольно-таки замкнутым Мастер был изумительный Изумительнейший мастер Писал цветы Писал фрукты Сирени У него изумительные выходили Дружил только со стариками С молодежью Он не общался и не любил как-то молодежь И когда мы, любопытные, подходили посмотреть, как он работает Интересно Издалека так идешь, потихоньку к нему крадешься, 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 крадешься Подойдешь так посмотреть Он так вот повернется, кисточку положит и пловница перевернет Коньков к молодежи относился он хорошо Отдавал, между прочим, все Я сейчас приведу один пример, который характеризует художников того периода Я знаю, как расправить мастику И как приготовить эмаль Мастиковую или маль Знаю, как приготовить Но сколько я не пробовал Она у меня расползалась в огне Они вот находили какую-то изюминку Которая держала Как шелезинку Как капельку И она не расползалась в огне Заслуженный художник России Петр Леонов Писал золотых оленей И раскручивал по огненному фону Тугие спелые розы Но будучи наследником дулевских мастеров Знал разные техники росписи фарфора Леоновский хохламской сервиз Это сервиз Сделанный в подарок Президенту Розвельту Посол Соединенных Штатов в Москве Булит Приезжал к нам на Дулевский завод Леонов предложил хохламу И сделали на золотом фоне Черный, красный, черный, красный Орнамент Вот этих вот кисточек Как говорили, 1200 предметов Это был столовый, чайно-копейный гарнитур А если соб поработать У него своя мастерская Изумительная печь Вообще у него мастерская приличная Он работает на фарфуре очень хорошо Цветы он писал машисто Цветы он писал более декоративно Он не старался их писать Как писали старики Отписывая каждый Каждый лепесточек Хотя мы жили все общей семьей Но все скульптора были с высшим образованием А все художники без образования Вот как было построено Все художники Все скульптора вступили в союз художников А художники только начали вступать в 60-х годах Несмотря на то, что по существу Никакого специального образования не было Скульптор Алексей Сотников Создал образ, сыгравший в жизни Дулева Особую роль И сокол, когда был сделан Когда он получил высшую награду И сразу встал вопрос А нельзя ли сделать нам клеймо сокол Постолько фирменная вещь-то появилась В фарфоре Путешествовать во времени можно Рассматривая фарфор В заводском музее под рассказы Старого мастера Размышляя о том Что за люди были эти художники Как они поспешали за временем Отмечая кончиком кисти Его бег и ритм История Дулевского завода Не пресекается еще и Благодаря тому счастливому обстоятельству Что в его мастерских Живописцы работают Пока кисть слушается руки А в душе Не вянет роза Фарфоровых Дулевских садов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok